А ну-ка угадайте, куда я наведался в гости. Давно собирался, все то лень, то времени нет, то еще что-то. Лемонгарден. Сегодня смотрим Лемонгарден. Я здесь был, наверное, уже давненько. И, в общем-то, интересно пробежаться по этажам, посмотреть, какие обновления. Говорят, что тут уже и двери выбирают, и уже и окна поставили, и даже заборчики на балконах. Покажу вам, какие квартиры есть от застройщика, расскажу про разную рассрочку, покажу уступки, которые супер выгодные, супер дешевые, которые можно здесь купить. Ну и, в общем-то, сам посмотрю, зайду в свою квартирку. Вам приятного просмотра. Подписывайтесь на канал, мы начинаем. Поехали! Ну что, начинаем смотреть. Надеюсь, сильный ветер нам не помешает. Мы, в общем-то, с первого этажа. Сама строительная часть монолитная, она довольно давно закончена была. В общем, у нас бассейн, как известно, было еще давно, с террасы переместился вовнутрь. То есть, спа, бассейн, ресепшн, это все будет на первом этаже. Смотрите, что тут интересного. Здесь, во-первых, у нас уже завезли двери. Это несколько дверей, и застройщик, в общем-то, выбирает по качеству, по визуалу, по стилистике, какие двери будут входные в квартирах. Вы, кстати, можете написать, какая вам больше нравится. Можно подойти пощупать. Можете сами приехать на объект, если вы в Батуми находитесь. И, не знаю, как-то может повлиять или проголосовать. Как будто это потолще выглядит раза в четыре. Ну, в общем, будем смотреть. И здесь еще также стоит вот такая дверь. Это в коридорах, которые устанавливаются. Но она довольно стандартная. Я думаю, что, наверное, обычные вот такие двери и будут. Так, у нас тут уже закончились, ну, точнее, продолжаются еще коммуникационные работы. Но почти все закончили. Воду проводят. То есть, мы сейчас будем подниматься наверх. Я вам покажу. Там уже и трубы лежат, и вентиляционные шахты. И, в общем-то, окна устанавливают. Вот профили привезли уже. Рехао окна будут. На четвертом, по-моему, этаже они уже стоят. Как минимум в какой-то части квартир. А также уже начали тестировать перила на балконах. И плитку. То есть, сейчас, в общем, идет процесс примерки, тестов, материалов уже финишных, которые будут на отделку влиять. Что еще из интересного? Из интересного еще то, что они начали продавать паркинг. 41 место. В наличии есть 40. Одна парковка продана. Стоит 15 тысяч долларов. То есть, ее можно купить. Я, кстати, не спросил, но наверняка точно можно в рассрочку взять. Ну, в общем, по квартирам мы сейчас будем в процессе подниматься наверх. Покажу вам, какие есть квартиры сейчас в продаже и от застройщика, и по уступке. Вот здесь тоже видно, что стояки коммуникационные уже протянуты. Отсюда начинаются. И что еще? Здесь уже даже началась такая подготовительная отделка стен в подъездах. Точнее, на лестничных клетках. И даже вот перила установили. Идем наверх. Свет горит. Все прекрасно видно. Сейчас будем смотреть квартиры. Это, кстати, в общем-то, третий этаж. Раньше должен был здесь по плану быть отель. Но сейчас отель убрали и сделали жилые квартиры. Но жилые квартиры, они выходят вот на вот эту сторону, и они по тысяче. Здесь немножко они отличаются по цене. Ну, грубо говоря, я вам сейчас покажу. Вон там продается квартира по тысяче. А вот это пространство, помещение, оно как коммерческое продается. То есть здесь может быть кафе, может быть какая-то зона. Ну, то есть, в общем, бизнес. Бизнес нужно делать в Батуми. Ну, что же еще делать? Здесь 500 метров по 2000 за квадратный метр продается. 200, получается, метров это вот эта территория вся с несколькими, точнее, площадь. И остальное пространство, 300 метров, это вот эта вот терраса. С зоной отдыха здесь можно что угодно придумать, поставить. И будет много денег зарабатывать, наверное. Керамические блоки, на секундочку, используют. Пожалуйста. Довольно, ну, редко встречается эта история. Так, ну что, мы пришли, в общем-то, на третий этаж. Здесь у нас, получается, квартира от застройщика. Я парочку буквально покажу на третьем этаже. Их осталось очень мало. Вот такая, например, студия. 2031 у нее номер. Она стоит, ну, фактически, ровно 30 тысяч. 3070 по тысяче за квадрат. Классическая студия с видом туда, в сторону. Ну, здесь как бы вид вот просто на горы. Ее, аккуратненько надо. На горы открывается и на территорию. Здесь понятно, что, как бы, вот эти участки, они могут застраиваться потом. Поэтому, чисто теоретически, вид, конечно, могут закрыть. Но, в общем-то, по тысяче можно купить. Цена в черном каркасе. Я буду называть цены в черном каркасе по белому каркасу. Какая здесь ситуация? Во-первых, собственники каждой квартиры, перед тем, как вступить уже в окончательную собственность, когда квартира им будет передаваться, они должны заплатить за подготовку балкона. То есть, цена финишной отделки балкона, она не входит. Чтобы все было в едином стиле. Кстати, в Black Sea тоже не входит, поэтому такие дела. Нужно будет заплатить 50 долларов за квадратный метр. И это обязательный платеж до вступления в собственность. Балконы у классических студий, которые вот на другую сторону выходят, до 5 метров. То есть, ну, грубо говоря, там 200-220, до 250 долларов нужно будет заплатить, чтобы балкончики были красивые. По ремонту. Застройщик мне сказал, что они от ремонтов отказались под ключ. Но есть три опции белого каркаса. 110, 125 и 150 долларов. Разница в системе отопления. То есть, в 110 долларов отопление не входит вообще никакое. В 125 это радиаторы стандартные. И в 130 это водяной теплый пол по квартире. То есть, дом, напомню, кто не видел прошлый ролик или не знает комплекс, он газифицированный. Здесь будут котлы индивидуальные. Также еще, помимо, кстати, балкона, будет оплачиваться и подключение счетчиков. Но это фактически везде, в любой новостройке. Застройщик все подключает. То есть, абонентские книжки, счетчики, разводка, там всего-всего. А вы потом просто доплачиваете. Но это будет известно уже по тарифам компании, там, чуть ближе к концу стройки. И вот на этом же третьем этаже есть еще вот такая квартира. Она стоит 31 500 долларов. Соответственно, тысяча за квадрат. То есть, 31 метр с половиной. Здесь у нее тоже балкончик небольшой. И вот такая классическая студия. Мне, кстати, что вот всегда, я говорю, нравится в студиях Лимонгардене, то, что они широкие. Она выходит на школу. Туда чуть-чуть в сторону моря. Немножко. Ну и здесь на дорогу. То есть, студии сами по себе широкие довольно-таки. Это хорошо. Потому что узкие студии, это чуть хуже. Здесь попроще немного планировать пространство. Ну, в общем, с квартирами застройщика все. Потому что это фактически самые недорогие варианты. Почему я их вообще показал, а не сразу свои уступки? Потому что есть рассрочка. То есть, в квартирах от застройщика можно сделать рассрочку. Есть рассрочка на 11 месяцев. Есть рассрочка на 36. Если вы берете долгую рассрочку, у нее есть два минуса. Первое, это она увеличивает цену за квадратный метр. То есть, сама квартира будет дороже. И второй минус, это то, что вы не сможете пользоваться квартирой. То есть, да, вы можете сделать длинную рассрочку себе на 3 года. При том, что, ну, такого я, кстати, редко встречал. Чтобы в почти уже построенном доме, в готовом, давали большую рассрочку на 3 года. Но вы не сможете пользоваться квартирой. Можно будет начинать делать ремонт, но пользоваться нельзя. Именно вступить в собственность. То есть, квартира как бы будет не ваша, пока вы полностью не рассчитаетесь. Но в целом это удобно. То есть, вы можете пока сделать ремонт, платить рассрочку небольшими платежами. И, например, там через полтора года выплатить. И когда дом закончится уже полностью, там финально, да, через полгода, через год. И, в общем-то, заехать уже в квартиру в готовую сразу же. Почему нет? Вот. А у уступок ситуация другая. В уступках практически полностью нужно внести сразу оплату. Но они стоят недорого. Я вам сейчас покажу. Вы с ума садитесь. Таких цен вообще нигде нет. Еще и чтобы блоки керамические были. Еще и чтобы дом, ну, как бы уже фактически построен был. Коммуникации протягивают. Окна начали вставлять. Мы поднимаемся на уже изначально жилые этажи. Потому что раньше здесь должен был быть отель. Потом переквалифицировали в квартиры. А там наверху изначально были квартиры. И я вам сейчас покажу, какие уступки можно купить. Свердо. Так, я чуть не забыл. На четвертом этаже квартир нет. Была одна. Ее продали. Но я вспомнил, что здесь сказали, что уже перила. Тестируют, устанавливают, выбирают, какие здесь они будут. Балкон, к сожалению, закрыт. Но видно, что вот уже тоже профили стоят. И вот такое ограждение. По-моему, вполне себе классно. Такой минимализм. Я бы даже сказал, стекло. Черный профиль. Но, по-моему, классно. Свет не закрывают. Когда все чистенько будет помыто. Ну, в общем, мне нравится. Сейчас давайте заглянем в соседнюю. Нет, соседней нет. Это, видимо, они вот одни перила установили. Либо с той стороны еще есть. Сейчас проверим. Нет, с другой стороны перил нет. Поэтому, в общем, короче, мне нравятся перила. Приятно выглядят. Классные, стильные. А мы поднимаемся на пятый этаж. Там у меня есть две квартирки. Вот, пожалуйста, разводочка. И по полу уже здесь сделано. Это у нас пятый этаж. И мы отправляемся смотреть первую квартиру. Ну что, залетаем. Тут у нас студия 30,4 квадратных метра. Это с балконом. Балкон меньше пяти метров. Они здесь довольно-таки компактные. Ну и вот, опять-таки, то, что я говорил, она очень широка. Вот, кстати, стояки коммуникации, вентиляция. И вот в таком фактическом виде. Ну, только с окном. Естественно, с балконом. Ну, за него доплатить нужно будет, но с балконом. И со входной дверью будет сдаваться квартира. Ну, понятно, что тут провод заведут электрический. На балконе слив. И вот главное, чего я боялся, то, что вот этот дом прям будет очень некомфортен. А они, гляньте, что сделали. Ну, этот я изначально знал. Я просто давно здесь не был, чтобы вам показать. Они его боком поставили. И посмотрите, вот это весь вид, который на горы. Сейчас просто у нас облачно. И верхушки не видно. Но вид офигенный здесь на горы. Он, скорее всего, останется. А в эту сторону у нас вот новостройки. Там впереди Гумбати. Там куча всего. И вот где он посередине торчит, Батуми-Вью, там уже пляж, парк. Ну, расположение – это отдельная история. Я тут с коптера летать не буду. Повставляю кадры застройщика. И внизу у нас, получается, вот дорога, подъездная, заезд на парковку. То есть, как бы, вполне себе. Ну, извините, вы сейчас где за такие деньги найдете квартиру-то? Просто давайте даже квиз устроим. Напишите в комментах, в каком комплексе можно за 23,5 тысячи купить студию 30-метровую. Вот на такой стадии строительства. И чтобы тебе и блоки керамические были внутри. И чтобы алюминиевые окна были, рехау, и чтобы застройщик еще по несколько дверей заказывал, выбирал. А не купил просто самый дешман, который в наличии был. Который можно вот так вот этим отверткой проковырять или консервным ножом. Напишите, что вы. Ну, я реально не знаю просто, серьезно. Чтобы еще и место было нормально. Не где-то там в жопе мира, извините. А вот прям, ну, реально, 5 минут до моря я лично ходил, когда покупал квартиру здесь себе в том числе. А, кстати, у меня же тут тоже есть квартира, пойдемте. Ну что, вот моя красотка. Та, кстати, соседняя. Они прям рядом друг с другом, соседние. И, ну, вы поняли, да? То есть, если вы захотите, то можно их объединить. Поэтому, если кто-то захочет однушку в эту сторону 60-метровую, то, пожалуйста, тоже можно рассмотреть. Ну, и, в общем-то, здесь отличий не сильно много, потому что она просто соседняя. В общем-то, такой же вид. Те же горы симпатичные. Там храм даже наверху видно, но сейчас не видно его, но он там есть. Но свою квартиру я буду позже продавать. Как бы, если прям, конечно, захотите, я вам ее продам. Но, конечно, думать буду. Пока хочу оставить ее на самый конец, когда уже все будет готово. И, в общем-то, продать подороже, что логично. А это мы на седьмом этаже. Тут даже вот стены подписаны. Заходим в квартирку. Она тоже продается. Они все одинаковые. Там буквально одна десятая где-то плюс-минус отличается по площади. Где-то больше, где-то меньше. Где-то 30.3, 30.2 и так далее. Ну, и, в общем, вид здесь, конечно, посимпатичнее, чем с пятого. Но два этажа разницы. Шесть метров. Просто вы как бы чуть выше вот так смотрите. И все тот же вид и на новостройке. Если выглянуть, то там даже море видно между домами. Но отсюда вы не увидите. Был такой рилс, где вот такой вот просвет моря виден. Был написано вид на море. Ну, в целом понятно. То есть по вот этой дороге вам 5 минут до моря дойти. Я лично ходил 5 минут. Причем это таким медленным шагом. Все. Едем дальше. Здесь будет небольшая рассрочка, если не ошибаюсь. Ну, то есть в самой недорогой квартире там рассрочки нет. Там 100% оплачивать надо сразу 23500. А в других там, ну, микро рассрочка. То есть там типа 2-3 тысячи по 600 долларов. Там, ну, в общем, небольшие, но рассрочки есть, если что. Ну, и восьмой этаж. Здесь у нас тоже 30-ка классическая. На этаж повыше стоит она 26 тысяч долларов. Вид, ну, в целом от седьмого этажа особо не отличить. Понятно, что чем выше, тем больше обзорность. Здесь, кстати, вид у нас открывается на Summer 365. Вот она площадка. В общем-то, будет красивый, симпатичный комплекс. В общем, что могу сказать. Если вам не нравятся огромные небоскребы, 50-40 этажные, а таких много людей на самом деле. Если вы хотите, чтобы, в принципе, место было адекватным, адекватным, недалеко от торгового центра, парка, моря и так далее, но в то же время, чтобы было поспокойней, то, пожалуйста, мне кажется, нормальный такой себе выбор. За эти деньги там конфетка. Так что, пожалуйста, пишите. Контакты мои будут в описании. Пишите, что хотите купить здесь и, в общем-то, покупайте. Пока осталось. У меня осталось здесь всего, получается, без учета моей квартиры, три штуки. Всего три штуки. Это пятый этаж, седьмой и восьмой. В дальнейшем, в будущем появится еще одна на пятом этаже, помимо моей, но ее будет человек продавать тоже уже ближе к завершению стройки, когда уже все будет красиво, здорово, нарядно и, естественно, за другие деньги. Поэтому, ну, извините, если вам кому-то нужно... А я знаю еще, что люди любят покупать невысокие этажи, поэтому вот, пожалуйста, пятый этаж 23 500. Ну, 23 500 за 30 метров квадратных в таком волшебном просто комплексе. Что по срокам сдачи? Ну, вообще, как бы по договору, это конец года этого причем. И, естественно, не успеют, понятное дело. Там еще закладываются несколько месяцев на доделку внутреннюю, ну, на внутреннюю отделку. Но, в целом, можно все довольно быстро это завершить. Вопрос только в фасаде. Некоторые работы просто, они еще к погоде привязаны, поэтому тут сложно сказать. Я думаю, что более точный срок задержки может быть, точнее, не может быть, а будет известен ближе уже, наверное, к декабрю. А вообще, по сути, ну, в течение года здесь уже все прям закончат. Я думаю, что будет очень красиво и приятно. Может, я даже свою не буду продавать, оставлю под сдачу, сделаю ремонт. А вам спасибо, что смотрите. До встречи на новых видео. Подписывайтесь на канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok